В этом видео уроке мы поговорим про ваш компьютер со стороны железа, то есть его комплектующих. Самый большой враг компьютера это пыль, а также пользователь с кривыми руками. Пыль забивает все воздуховоды, радиаторы, попадает в механизм активного охлаждения, выводя их из строя. В результате растет температура, которая моментально плохо сказывается на узлах компьютера. При запущенных случаях работа компьютера выглядит следующим образом. Он запускается нормально, работает минут 10, потом начинает тормозить. Быстродействие падает раз в 10, а далее он просто вырубается. У ноутбуков он может уйти в экономичный режим, чтобы не перегреваться и станет медленным. Но это одна беда, другая будет заключаться в очень быстром износе жесткого диска, который при таких режимах работы сыпаться начнет гораздо быстрее. Кроме того, есть риск выхода из строя видеокарты, процессора и в редких случаях материнской платы. Со стационарным компьютером, казалось бы, все довольно легко. Достаточно заглянуть на боковую крышку, и так на самом деле оно и есть. Но бывают случаи, когда какой-либо модуль охлаждения выходит из строя, и вы это можете упустить из поля зрения. В ноутбуке все гораздо сложнее, его просто так не разберешь. А если и разберешь, то собрать человеку без должного опыта будет очень сложно. На помощь нам придут программные способы проверки, так как многие устройства в компьютере оснащаются датчиками температуры. Существует много программ для измерения температуры. Мы будем использовать программу AIDA64. Она предоставляется бесплатно на 30-дневный срок. Поскольку она вам требуется всего лишь для разового использования, покупать может быть и нет смысла. Открываем браузер и в адресной строке набираем AIDA64.ru. Далее переходим в раздел «Скачать». Прокрутим страницу вниз. Обратите внимание, сколько здесь версий. Нам нужна только верхняя. AIDA64 Extreme Edition. Нажмите «Скачать». Появится запрос на сохранение файла или загрузка начнется автоматически, в зависимости от настроек вашего браузера. Как только программа скачается, запустите ее. И не забывайте, что при запуске могут появляться окна предупреждения системы безопасности. Если такие окна появляются, отвечаем утвердительно. Итак, если вы скачали программу с официального сайта, то никаких подводных камней и уловок при установке вы не заметите. Кстати, о уловках при установке программ вам следует посмотреть в уроке «Есть ли на вашем компьютере вампиры». Ну а мы с вами будем двигаться дальше. На первом шаге вам требуется выбрать язык и нажать «Ок». Появляется окно приветствия. Нажмите «Далее». Затем появляется условие лицензионного соглашения. Примите условие и нажмите «Далее». На следующем шаге нужно выбрать директорию установки программы или оставить по умолчанию. Затем нажимаем «Далее». На следующем шаге вам будет дана возможность выбрать папку в меню «Пуск». Советую оставить без изменений и нажать «Далее». Далее вы можете управлять состоянием дополнительных ярлыков для запуска программы. Все. Теперь нажмите «Установить» и в окне «Завершение» советую оставить галочку напротив пункта «Запуск программы». Так как ни на сайт программы, ни просмотр документации нам не нужно, нажмите «Завершить». Как видите, у нас появился на рабочем столе ярлычок программы. Но мы просто чуть-чуть подождем. Программа стартует сама, собирает все сведения о системе. У меня сейчас не высвечивается окно, но вероятно у вас при старте появится напоминание о том, что программа платная и предоставляется вам бесплатно только на 30-дневный период. Закройте это окно. Перед нами программа, которая содержит все технические сведения о вашем компьютере. Есть меню в центральной части окна, и оно удобно продублировано в левом боковом меню. Обратите внимание, сколько полезной для любого технически подкованного человека информации. И в то же время обычному пользователю это вряд ли что-то даст. Поэтому к делу. Перейдите в пункт раздел компьютера под раздел датчики. Обратите внимание на датчики в разделе температура. Есть температура материнской платы. Температура центрального процессора. Кстати, мало информативный датчик, так как он находится не в процессоре, а сразу под ним на материнской плате. И его информации лучше не верить. CPU package. Этот датчик находится внутри процессора. И я советую смотреть прежде всего на него. Он основной показатель. Именно на него обращайте внимание. 50 градусов и чуть выше это нормальная температура для ноутбука. Если бы было 60 или даже 70, то система охлаждения ноутбука уже бы гудела. Если у вас более высокие показатели и все сопровождается резким замедлением быстродействия, зависаниями, отключениями, тогда пора ноутбук уже нести в сервис-центр на чистку и смазку системы охлаждения. К сожалению, разборкой и чисткой ноутбука в домашних условиях заниматься не стоит. Потому что его придется разобрать полностью. А для неподготовленного человека сборка превратится в мучение длиной в несколько часов. Поэтому смело несите в официальные сервисные центры, где за небольшие деньги вам его почистят. Обычно это требуется один раз в два года при нормальной эксплуатации. И если у вас дома кошки, если вы берете компьютер на постель или диван, то советую чистить ноутбук раз в год. Так как пыли в нем будет явно больше. Вернемся к датчикам. Ниже мы видим датчик математического сопроцессора. Встроенного графического ядра, датчики температуры ядер процессора и так далее. Кстати, видимо у меня всего два датчика на четыре ядра. Но это не сильно важно, так как для нас основной показатель CPU package. Диод PCH. Этот показатель отвечает за температуру южного моста материнской платы. Поясню, чтобы было понятнее. На материнской плате компьютера есть северный мост, отвечающий за работу и взаимодействие оперативки центрального процессора и видеокарты. И есть южный мост, который отвечает за взаимодействие периферии с северным мостом. Под периферией я понимаю USB порты, SATA порты, в которые подключаются различные устройства хранения информации, наподобие жестких дисков и так далее. Если у вас этот показатель градусов на 30 выше, чем температура процессора, тогда вероятно у вас повреждена материнская плата, так как на нормальных условиях южный мост не греется сильно. Идем далее. Температура графического процессора, то есть видеокарты, и ниже есть температура жесткого диска. Но во временной версии программы этот показатель недоступен. Как видите, мой ноутбук в нормальном состоянии. Теперь я вам расскажу, как бороться с пылью на стационарном компьютере. Отключаете компьютер от сети, берете пылесос, открываете боковую крышку и начинаете собирать пыль отовсюду, откуда можете. Всю видимую пыль надо собрать. Начать лучше с процессора. Поднесите пылесос на минимальное расстояние от лопастей. Он раскрутится в другую сторону и поможет вытянуть всю шерсть из радиатора охлаждения центрального процессора. Далее пройдите по материнской плате очень аккуратно, чтобы не повредить ее. И по корпусу. Теперь берем шприц с машинным маслом. Обратите внимание. Видите, три провода заходят в моторчик вентилятора. Значит там моторчик и сразу под наклейкой расположен механизм, который нужно смазывать. Берем шприц и аккуратно прокалываем прямо в середине наклейки. Капельки масла будет достаточно. Кстати, бывает, что под наклейкой прячется маленькая резиновая пробка. Такие системы охлаждения служат дольше. В этом случае просто прокалите пробку и также выдавите капельку масла. Кстати, это нам повезло, что моторчик вентилятора находится с этой стороны. Бывает, приходится отворачивать вентилятор или даже весь охлаждающий модуль, чтобы добраться до вентилятора. Поверну компьютер тыльной стороной. Обратите внимание, что вентилятор корпуса находится моторчиком в эту сторону. Но его смазке ничего не мешает, так как есть прорези в корпусе, которые позволяют смазать вентилятор не снимая. Разверну компьютер на место. И все же отверну вентилятор корпуса, чтобы еще раз вам все показать. Обратите внимание, сколько пыли на нем. Естественно, ее нужно убрать. С лицевой стороны вентилятор закрыт, и вы его не можете смазать. Я знаю несколько людей, которые не знают, что вентилятор можно снять, просверливали дырку, чтобы смазать вентилятор с лицевой стороны. Но на самом деле это просто смешно. В итоге и вентилятор не смазывали, и срок службы его сокращали. А иногда и просто выводили его из строя. Переворачиваю вентилятор. Вот, как видите, заходят три провода, значит здесь мотор. И значит здесь можно проколоть шприцом по центру наклейку и смазать вентилятор. Теперь все устанавливаю на место. Дальше. Как чистится от пыли видеокарта на стационарном компьютере? Да, в общем-то, так же просто. Вот, обратите внимание на площадку для подключения видеокарты. Здесь есть язычок. Просто отодвиньте его вверх. И вытащите карту наружу. Есть еще и крепеж к корпусу. Не забудьте его отвернуть. Для примера я возьму свой телефон. Пусть он сыграет роль видеокарты. Вытащили. С обеих сторон пропылесосили и вставили на место. Вот теперь собираете все на место и радуетесь нормальной работе компьютера. Пылесосить надо один раз в два месяца для стационарного компьютера, смазывать один раз в два года. На этом все. Я надеюсь, урок вам был полезен. Двигаемся дальше.